Ну а сегодня в Кировском музее-усадьбе Николая Хохрякова можно посетить выставку, посвященную 125-й годовщине со дня рождения скульптора Зинаиды Колобуковой. Зинаида Дмитриевна училась рисунку у Хохрякова, занималась скульптурой в Париже и Москве. О жизни, творчестве и наследии первой вятской женщины-скульптора Анастасии Войнолович. Зинаида Колобукова оставила яркий след в истории вятской культуры. В ее скульптурных работах прослеживается влияние импрессионизма и модерна. В экспозиции 10 скульптур. Это портреты близких автора. Сестра, сын, дочь. У Голубкиной, конечно же, она усвоила ее импрессионистическую манеру лепки. И вот особенно красноречиво в этом плане девочка, портрет девочки, дочки Ирины. Дочка идет, улыбается и говорит. То есть мгновение времени уловлено. В начале 20 века Зинаида Колобукова участвовала в создании Вятского художественного музея. Вместе с супругом занималась меценатством. В годы Первой мировой войны на свои средства она оборудовала госпиталь, где сама служила медсестрой. В Кирове на улице Воровского сохранился дом Колобуковой. Сейчас там находится областной центр детского туризма и экскурсий. Фотографии, представленные в экспозиции, были найдены именно там. Чем хорош этот дом, что там все начинается интересное. Им всегда руководят женщины. Когда он был детским домом, женщина руководила. А женщина, значит, все в порядке. Потом детский сад там был много раз. И годы войны он не закрывался, видимо. И потом, в 1956 году, открылась вот эта станция юных туристов. Первый дом, в который они приехали. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Николая Хохрякова, Николая Румянцева и Виктора Игнатьева. Тех художников, которым покровительствовала Зинаида Клобукова. Стоит добавить, что 17 октября, в день юбилея, в Киров приедут наследники Зинаиды Дмитриевны, среди которых известные в Москве архитекторы. Анастасия Войнолович, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.